друзья всем большой привет ваше здоровье меня зовут света добро пожаловать обратно на мой youtube канал я сегодня хотела бы обсудить с вами тему работы давно и на самом деле не обсуждала каких-то тем связанных с фрилансом с удаленной работой я даже создала на этом канале отдельный плейлист посвященный этой теме надеюсь что он будет скором будущем пополняться ну по крайней мере идеи такие есть и думаю что людям будет интересно но в этом видео я хотела бы рассказать вам непосредственно о своем личном субъективном опыте связанным с работой не на себя с работой как говорится на дядю на тетю на папу на маму на родственников на незнакомцев да на кого угодно не имеет абсолютно никакого значения ключевой фактор заключается в том что вы ни за что не отвечаете пытается не так уж много нервов и не обладаете такой большой ответственностью как если бы вы работали только на себя и жили бы на чисто заработанные вами деньги в общем да мы говорим о работе на дядю и если честно то меня немного раздражает что сейчас повсеместно идет какой-то странный и совершенно необъяснимый мне культ свободы вот в плане работы подразумевается что если вы работаете на поле бы человека на работодателя то вы фу-фу-фу как так можно вы не свободные вы совершенно не творческий человек зависимый человек и вас просто знаете сравниваю с человеком поддерживающим рабскую систему рабский строй и мне это немножко непонятно несмотря на то что я человек совершенно очень болезненно воспринимающий вообще слово свобода для меня это наверное наивысшее такое наивысшее и недостижимое какое-то такое счастье вы знаете очень сложно на самом деле описать слово свобода вот вот в моем личном понимании это что-то очень недостижимое нереальное я даже не знаю кто в нашем мире на все сто процентов свободен и является ли это счастьем короче та еще философская тема но тем не менее я очень болезненно воспринимаю любое вторжение на свою территорию и какие-то попытки других людей каких-то правил рамок и не знаю ну чего угодно что каким-то образом могла бы сковывать меня как творческую личность но да сейчас конечно я работаю на себя и это тяжело серьезно это действительно трудно это совершенно абсолютно другая область деятельность у вас какой-то я не знаю участок мозга вообще другой работает нежели вот вы например раньше функционировали там на дядю да и я бы хотела рассказать вам нескольких работах которые мне очень очень нравились и я считала и для себя и психологически полезными и в творческом плане я развивалась и из в социальном в социальной сфере даже я была какой-то более-менее не инертным созданием это точно чувствовала себя вот именно комфортно в моральном психологическом и физическом плане несмотря на то что мне приходилось общаться с людьми с детьми и выполнять огромное количество задач с которыми я не сталкивалась ранее постоянно учиться на ходу придумывать что-то выкручиваться конечно и стресс и все прочее все вытекающее но вот если бы мне сказали света а вот была ли какая-то работа вот на работодателе которая тебя полностью устраивала я скажу что таких даже было несколько и они были совершенно разными и первая такая моя самая запоминающаяся должность я работала инструктором по скалолазанию дипломированным инструктором методистом по скалолазанию я окончила соответствующие курсы федерации скалолазания мне все тогда очень нравилось чтобы очень интересно для меня совершенно случайно вообще я попала в эту область я на самом деле в начале своего двадцатилетия можно сказать испытывала некую такую ломку мой любимый вид спорта бокс вы знаете это мое детство моя юность это просто слов не хватит описать мое отношение к этому виду спорта душевному но он ушел из моей жизни потому что из жизни ушел мой тренер любимый мой тренер который во многом заменял мне отца и был для меня таким знаете примером настоящего мужчины их настоящего человека просто с большой буквы и когда я уже потом приходила на тренировки по боксу ну да это было прикольно физическом плане но я уже не ощущала знаете той мотивации стала искать спорт потому что я не могу жить без спорта вы знаете если я хотя бы на месяц месяц это просто потолок забрасываю спорт любые физические нагрузки домашние не все дома я вообще не могу не скучно я очень страдаю правда знаете накапливается столько всякого негатива каких-то может быть нерассказанных эмоций не выплеснутый вот этой негативной какой-то энергии а на боксе было просто ты вот в школе какая-то фигня происходит пришел на тренировку побил грушу и домой ты возвращаешься просто свежим огурчиком никаких проблем и вот я пришла в скалолазание я не буду вдаваться в подробности если вам интересно узнать как кто попало узнать что-нибудь там про курсы про мой путь этот тот задержалась этом на три года в этом месте работы я вам отдельно видео сниму но так вкратце расскажу вам что для меня это было очень круто потому что я как совершенно такой дикий одичалый человек я там очень сильно раскрылась именно вот знаете в таком психоэмоциональном педагогическом вот именно социализированном таком плане я стала общаться с людьми я видела единомышленников я реально проводила занятия с разными разными детьми разных возрастов я училась с ними взаимодействовать у меня это блин реально получалось и во многом наверное потому что я сама себя считала и считаю почти день ребенком мне было легко как бы влезть в их туфли почувствовать то что чувствуют они их волнение вот это что я сама вот такая же это уже была таким же ребенком жеребенком было очень здорово меня окружали единомышленники люди с которыми мы были на одной волне и мне там мне нравилось причем ну что еще было немаловажно зарплата кстати была небольшая совершенно график был сменный 12-часовой достаточно такой сложный но что классно работа была от моего дома в трех минутах ходьбы очень классно очень удобно да было очень конечно много проблем связанных с руководством которая не очень-то и хотела вникать вообще в специфику нашей работы они хотели только получать денежки никак в это вовсе не вкладываться понятное дело чем такие бизнесы заканчиваются пришлось уйти можно сказать даже ну я не по своей воле можно сказать уходила как нам просто перестали платить зарплату а я в тот момент стала жить отдельно я снимала комнату со своим мужем тогда еще не мужем будущим мужем и просто денег настолько не хватало и я просто не могла позволить себе такой роскоши жить там без зарплаты несколько месяцев к сожалению да мне пришлось уволиться ну плюс еще такая знаете моральная обстановка в коллективе была какая-то не очень здоровая ну да все плюс у меня была учеба сессия я же училась на журналистом надо было все-таки в профессию уходить так или иначе проникаться не зря все-таки диплом получаю все такое вот я уже себя конечно успокаивала я не обязана была работать по профессии я просто так себя успокаивала замечательная была работа которая очень меня развела развила правильно сказать лучшего мой скилл общения взаимодействия с людьми и вообще жизни в социуме поэтому еще раз я часто повторяю что несмотря на то что я интроверт несмотря на то что я люблю одиночество там свою удаленную работу при возможности при надобности если того требует обстоятельства я совершенно нормально функционирую в обществе я уважаю других людей я умею с ними общаться я абсолютно коммуникабельная неконфликтная с этим проблем у меня нет но другое дело что я не могу очень долго знаете как заведенная машинка вот так вот постоянно действовать поэтому не нужно время перезаряжаться в одиночестве вот такая такая специфика и вторая моя работа все-таки давайте ко второй перейдем это уже конечно была удаленная работа это была тоже работа на дядю на тетю это была работа в школе английского языка для меня это конечно было что-то очень новое очень необычное я обожаю на самом деле иностранные языки английский в том числе и вот то что я там делала это было так круто это было так интересно и зарплата была прекрасная ну первое время боже узнаете я даже не могу вам сказать чем конкретно я занимала все все связанное с написанием с редактированием с таким найти визуальным оформлением продуктов текст я писала книги по психологии английского если ты изучала то есть каждый день для меня это было такое новое творчество было так много интересных задач очень много было работы классной и ты действительно видела какую-то я видела реально цель не правда хотелось творить помогать людям чтобы они не боялись говорить по-английски крутая работа замечательный драйвовый коллективу я очень-очень благодарна человеку который привел меня можно сказать в эту школу английского я благодарна тете на которой работала потому что несмотря на какие-то может быть наши недомолвки которые потом происходили я будущем постоянно применяла вот эти вот скиллы ну да нет такого слова не знаю нет такого слова не умею да есть google есть всякие мастер-классы на ютубе есть куча всякой информации всему можно при желании научиться вы знаете это такая школа все и сразу можно сказать научила меня не бояться трудных задач научил не бояться меня огромных просто объемов работы вот после этой работы в школе онлайн-школе английского не в обычной школе то есть любая другая работа которая была у меня уже потом и в журналистике еще какие-то тексты я работала на какой-то московский проект потом я писала ну про мои любимые твердотопливные котлы для разных компаний но вы знаете это все было тоже довольно таки так интересно занятно но объемы вот то что я выполняла в онлайн школе они были просто огромные но мне было правда интересно и я планировал свой день я успевала там гулять с собакой ходить в качалку это не так классно мотивировало несмотря на то что конечно минус это был достаточно такой перманентный стресс можно сказать его могли дернуть в 11 вечера и ночью даже иногда разбудить если это была какая-то там черная пятница или что-то ну вы знаете школа была замечательная вот именно такая классная подготовка на будущее и просто мне в душе такая благодарность по сей день теплится в заключение друзья хочу сказать что блин несмотря на то что работа там на дядю на тете я поддерживаю все это но если так знаете вот сейчас сказать ну готовы ты вернуться там на скалодром или опять устроиться в онлайн школу я скажу что нет потому что ну знаете ли меня это реально пройденный этап эта работа она была для меня исключительно актуальна вот на то именно тот период времени когда я что-то не умела чему-то училась вот это было актуально тогда но на настоящий момент я понимаю что мне нужно учиться действовать самой вот это вот должна быть дисциплина не должно быть какой-то халявы не знаю знаете бывает такое присыпаешься утром ой ну я же типа свободный художник вечером возьмусь за работу а в итоге ты за нее вообще не берешься а денежки же должны тоже как-то себя зарабатывать и так постоянно день пропускаешь и вдохновение куда-то уходит то есть в моем случае работает а ну я как спортсмен наверное мне нужно постоянно держать свой ум мозг в тонусе таком творческом вдохновляться другими людьми единомышленниками а это жена в заднем том же постоянно читаю блогеров смотрю своих вот знакомых те кто мне близок по духу и по теме по тематике они тоже мне все вдохновляют а я наверное тоже в свою очередь вдохновляю их и такой знаете обмен некий энергией он тоже в этом случае работает поэтому вот на настоящий момент вот здесь и сейчас да для меня актуально не но вы знаете я не зарекаюсь знаете если вот например я уже я ведь ушла из журналистики из политики и прочего но я не отрицаю того момента что вот если например мне какая-нибудь редакция предложит там удаленкой только удаленку рассматриваю там ну свету давай попиши нам новости там еще что-нибудь поработать у нас журналистам там предложит какую-нибудь зарплату ну или хорошие условия как минимум вы знаете я может быть ну все зависит от того как мне это предложат там под каким соусом и так далее знаете может быть я даже соглашусь потому что с моим опытом даже не опытом а мои вот эти толстые шкуры которые ну уже пули непробиваемые ко всякому негативу ну я может быть даже соглашусь вы знаете да потому что мне все-таки нужно было время немножко отдохнуть вот всего вот этого политического накаливания скажем так ну сейчас вот так сейчас я на дзене на ютубе делаю свои проекты и не загадываю на будущее очень-очень далеко пусть все идет как идет поэтому друзья на этой гаражно-вишневой ноте это клевая штука я люблю вот этот black cherry на этой ноте я хотела бы спросить у вас была ли в вашей жизни какая-то такая работа да над дядем и тетю которая вам очень нравилась и которая вот знаете наоборот перечеркивает всю вот эту вот современную философию я свободный дух free spirit как-то любит писать в своих соцсетях всякие творческие люди а все остальные вы рабы вы ничего не понимаете вот была в вашей жизни такая классная работа почему она вам нравилась и хотели бы вернуться на нее сейчас или может быть вы сейчас на ней работаете расскажите свои мысли в комментариях давайте пообсуждаем эту тему надеюсь вам было со мной интересно посидеть попить гараж ну все друзья на этом я завершаю свое видео не забывайте подписываться на мои соцсети на мои два блога на дзене один посвященный моей жизни с двумя овчарками второй такой литературно-творческий также у меня есть литературная страничка на литнет и если вам понравилось это видео не забудьте поблагодарить автора пальчиком вверх подписаться на мой канал и не забывать заглядывать ко мне почаще потому что ролики сейчас выходят достаточно часто и надеюсь что я буду придерживаться этого графика и не собьюсь со своего правильного пути все, пока-пока